Я школьник, ему 15 лет, и он вложил 200 тысяч рублей и заработал прям миллионы. Какие-то там бабушки стиральную машинку, маме цветы, там разбогател по-сумасшедшему. Ну это реально вообще. Я думаю, что все хотят услышать, естественно, что, конечно, миллионы. Очень просто здесь и сейчас. Туристы, европейцы, россияне, которые приезжают, уезжают. Присутствуют армяне из разных стран и армяне здесь, которые живут. А присутствуют иранцы, они тоже в достаточно большом объеме этим занимаются. И только ты отвечаешь за безопасность. Валюта значит, что я могу пойти в магазин, купить, грубо говоря, пирожок и расплатиться вот этой криптовалютой. Хочется в аэропорту Звардно в Иване. Биткоин, крипта, блокчейн. Еще несколько лет назад мы даже и не знали всех этих слов. Их и вовсе не было. А когда они появились, никто в них не поверил. Но уже сегодня криптовалюта официально легализована в 39 странах, включая Евросоюз. Гостем сегодняшнего выпуска я пригласила эксперта и гуру по криптовалюте Андроника Таграмаджана. Все, что вы хотели знать о криптовалюте, биткоине, майнинге, об этом вот всем прямо сейчас. Андроник, ты родился в Уфе, вырос в Москве. И вот уже 2 года ты находишься в Армении. Можешь сказать, что ты релакант, да? Да, можно. Как это сейчас модно говорить? Скажи, какая у вас команда? Все это время ты занимаешься криптовалютой? Да, я все время это занимаюсь криптовалютой. Ну, имеется в виду не последние нескольких лет. Команда у нас достаточно большая. В ней один из самых младших представителей. И у нас она действительно великолепна, потому что много людей постоянно трудятся над кодом, занимаются техническим оснащением, обновлениями. Я сам по себе, я там не занимаюсь кодингом и программированием. Это по маркетингу. Да, да. И у меня больше немножко другое направление, там какое-то внешнее представление маркетинга. Вот у нас несколько партнеров. По друзей тоже такая же партнерская система. И у нас очень любая такая семейная обстановка, что для нас очень важно. Поэтому наша команда достаточно динамично развивается. Здесь это как бы требуется, помимо понимания специфики, еще и вот такой слаженный командный подход. Плюс, если говорить про релокацию, репатриацию, то там я все-таки придерживаюсь термина. Больше там репатриацию, это возвращение домой и все остальное. Хотя в нашей команде тоже есть и русские ребята, которые переехали, работают, помогают. И уже тоже через какое-то время, я думаю, будут называть Армению своим домом. Первым или вторым домом. Мне кажется, для многих сейчас он, так? Да, да, да. Сколько человек у вас в команде? Я думаю, что если рассматривать как бы работу сугубо над терминалами, там, наверное, до 10 человек. Но в целом там наша вся команда, она там порядка 25 человек, которые занимаются всеми вот криптопроектами. Потому что у нас несколько есть смежных еще проектов. Какие вообще есть возможности криптовалюты? Ну, на самом деле, возможности очень обширны. Начиная от того, что криптовалюта сама по себе из-за того, что она построена на технологии блокчейна. Она дает различные технические возможности для более лучшей и безопасной передачи как информации, так и финансовых средств. Она дает возможности на базе того же блокчейна выстраивать различные бизнес-процессы. Является сама по себе зачастую платежным инструментом. Дает возможности для формирования, например, каких-то новых компаний, которые связаны с искусственным интеллектом, который сейчас тоже очень востребован. Поэтому, если говорить про криптовалюты, то здесь очень важно, что не нужно сужать. И вот это вот направление сугубо к каким-то спекулятивным вещам. Сама по себе технология, она дает очень много возможностей. А вообще, сколько реально можно заработать в месяц? Вот я слышала историю про мальчика в России, который школьник, ему 15 лет. И он вложил 200 тысяч рублей. Ну, сначала вложил 2 тысячи, у него что-то не получилось. Потом он вложил 200 тысяч и заработал прям миллионы. Купил там бабушке стиральную машинку, маме цветы, там разбогател по-сумасшедшему. Ну, это реально вообще? Так можно заработать? Или это просто повезло? Да, я отвечу так, что это реально. Но просто здесь вот это не должно являться ориентиром. Потому что я думаю, что все хотят услышать, естественно, что, конечно, миллионы. Очень просто здесь и сейчас. Не, это не совсем так работает. И это требует достаточно тоже большой подготовки. Почти у всех людей, даже у этого мальчика условного, есть какие-то компьютерные навыки, понимание, как какие-то механизмы работают. Сфера очень, как я уже говорил, спекулятивная. Она очень быстро развивающаяся, она очень быстро изменяющаяся. Поэтому она дает иногда возможности, понимая определенный алгоритм, зарабатывать что-то. Но это не является примером. И я считаю, справедливо считаю, что там без должной подготовки, без понимания, без выстроенных больших белых процессов здесь очень сложно долгосрочно работать. И это как бы легкие деньги, они зачастую там обратную играют роль в жизни людей. Потому что там сложно, когда у тебя выстраивается такой механизм, что ты легко очень получаешь деньги за какие-то легкие действия, а это так со стороны может сложиться, то через какое-то время это может тебя немножко опинить. И поэтому хоть сфера сама по себе, вот она молодая, она дает такие возможности, но к этому очень нужно аккуратно подходить. Плюс здесь еще очень важный момент, на который тоже многие люди не обращают внимания. Есть, как и во всех сферах мира, об этом нужно прямо говорить, какая-то белая легально адекватная сторона. Есть там не совсем легальная сторона. Естественно, как и всегда, нелегальная сторона может в потенциале кому-то принести больше денег. Но здесь встает вопрос безопасности, встает вопрос нарушения. Нелегальная сторона это как? Ну вот, я думаю, что можно сказать, что большой объем в онлайн-беттинге, в казино происходит в криптовалютах. То есть можно играть в казино криптовалюты? Да, да. Соответственно, люди, ну это признано во многих странах болезнью, что люди безразмерно просто ставят деньги. Это еще на анонимных условиях, потому что они используют криптовалюту, и это создает очень большие прецеденты для того, чтобы большие потоки денег входили и выходили неконтролируемо абсолютно. Есть такая сфера, как запрещенные средства, это наркотики, которые также в последнее время очень сильно в многих постсоветских странах изменились. То есть если до этого это был больше какой-то оффлайн-процесс, то сейчас многие из них перешли в мессенджеры, зачастую в телеграм, и приобретения, например, тоже основываются на криптовалютах. Здесь я хочу отметить, что я не скажу про российскую практику, но вот в Армении буквально несколько месяцев назад Генеральная прокуратура в лице прокурора отметила, что там действительно присутствует такая проблема, как наркоторговля. Она действительно перешла в онлайн, и она действительно в большей степени как-то вот эти все платежи, потому что они сложно отслеживаемые, а они происходят все в криптовалюте. Соответственно, это является очень важным звеном таким. Но все равно отследили, получается. Ну, отследили, когда люди переходят в какой-то момент на площадку или биржу, или где-то оффлайн их могут выследить. То есть я вам объясню, каким образом можно отследить. Отследить, в принципе, почти все можно, потому что блокчейн, это вот вся структура... Это уже цифровая такая система. Да, блокчейн, на котором построены криптовалюты, он является собой блок, который передает информацию на другой блок. И, соответственно, блоком при оплате является твой адрес, который сформирован в определенной сети блокчейна. Когда ты переводишь деньги с одного блока на другой блок, и далее еще на другой блок, и далее еще на другой блок, это все отслеживается. Даже если все они изначале были анонимными, на каком-то этапе деньги, то есть этот блок или адрес, приходят на биржу. Биржи почти все, они требуют политики KYC, это ты должен предоставить документы, чтобы на них зарегистрироваться, проводить какие-то действия. И вот в этот самый момент, соответственно, ты можешь попасться. Даже если это была большая цепочка, всю цепочку начнут потихонечку разбирать. И, например, я знаю, что были запросы от органов европейских, от Интерпола, по нескольким адресам, которые потом приводили к Армении. Это тоже вот через биржи. Например, кто-то использовал краденые карты для приобретения криптовалюты. Карты какие? Банковские. Банковские карты? Да, да. Также кто-то, например, занимался каким-нибудь онлайн-фишингом, это кража данных, или фишингом банковских данных. Та же самая наркоторговля. Это все вот эти вот как бы поля, которые при должном подходе, их можно отследить вообще. Вот. Поэтому здесь присутствует такой негативный сегмент, но он отслеживаемый. Но здесь встает другой фактор, что я вот упомянул прокуратуру или там большое количество банковских систем или государственных органов, у них в настоящий момент, из-за того, что сфера молодая, нету просто большой компетенции или нету каких-то сформированных отделов, которые конкретно этими вещами занимаются. Потому что нужна техническая подготовка, чтобы понять, чтобы отслеживать вот эти механизмы, как это работает. Поэтому я надеюсь, что мы к этому придем. Ну а если человек хочет использовать криптовалюту по своему назначению, законному, да, так сказать, то с какими рисками он еще может столкнуться? Человек, который использует криптовалюту по своему назначению, а именно там он инвестирует во что-то, либо собирается что-то там приобрести, чтобы куда-то перевести деньги, отправить родственникам, получить зарплату и иное, иное. Он сталкивается абсолютно с такими же рисками, с какими сталкивается человек, который использует банковское приложение онлайн. То есть все то же самое? Абсолютно все то же самое. Его могут также, если он что-то где-то неаккуратно будет свои данные сбрасывать, взломать, у него могут украсть эти средства, списать эти средства. Здесь все зависит от безопасности и как бы вот этой вот самодисциплины самого пользователя. Мое основное преимущество криптовалют заключается в том, что никто не стоит между тобой и твоим клиентом, твоим покупателем, абсолютно никого нет. Ты сам полностью обеспечиваешь весь процесс передачи средств и их получения. И только ты отвечаешь за безопасность. Да, нет сторонней организации, которая контролирует, которая может тебя защитить, но банки... Почему вообще появилась такая идея? Потому что банки могут делать с вашими деньгами все, что захотят. и это даже еще опаснее, чем возможность стать жертвой мошенничества. Потому что, чтобы не стать жертвой мошенничества, вы... Короче, все зависит от вас. Если вы станете жертвой или не станете, но что касается банков, то от вас не зависит ничего. Ваши деньги могут быть заморожены, заблокированы, и вы не получите к ним доступ никогда. А здесь можешь сам контролировать? А здесь ты контролируешь полностью все сам. В том-то и разница. Ну, какой плюс, если, например, уже мошенничество приняло, что я же не буду их наработать? Ну, так ты, скорее всего, не сможешь вернуть их, как и случится с банком. Существует страхование. В крипте, кстати, тоже существует страхование. А, в крипте есть страхование, да? Да. Есть стартапы, есть компании, которые занимаются этим, обеспечивают страховку. А в целом... В принципе, вся та же самая система, да? Что я использую, там, грубо говоря, Сбербанк онлайн, что я использую криптовалюту, да? Да. Ну, здесь, понимаете, здесь просто вопрос такой, что многие, там, из-за сложившихся событий, из-за того, что мир сейчас меняется, используют криптовалюту по нескольким причинам. Потому что, там, зачастую, они все равно, как бы, безопаснее передать им деньги и быстрее. Потому что, если это банк, это банковский механизм, это, там, понятно, почему он, там, занимает время, даже если ты максимально выскоряешь. Здесь, чтобы передать информацию между одним блоком другому блоку при, там, вот, это сформирование транзакции, это требует по разным оценкам в разных сетях, там, от 4-5, там, до, не знаю, там, 30-40 минут. 30-40 минут, это я говорю про биткоин. Биткоин, это одна из таких, как бы, основных, но очень старых по своему составу и вот по своему протоколу валют. Она требует для того, чтобы ты передал кому-то вот эти вот деньги в биткоине, там, порядка 30-40. То есть, не моментально, да? Вот я там перевела 500 рублей. Да, ну, если они в биткоине находятся, то они не моментальны. Это требуется, там, 30-40 минут, чтобы они подтвердились теми людьми, которыми, верификаторами сети, что эта транзакция прошла. Все, информация передана. Но если ты используешь стейблкоины, стейблкоины, это... Это валюты, которые являются идентичными, прикрепленными, как бы, к обычным валютам. То есть, доллар, ну, цифровой доллар, там, например, в разных каких-то репостасях есть USDT, есть USDC. Вот USDT, там, самый распространенный, это тезер, он передается, там, вот, буквально, там, 3-5 минут, ты пересылаешь человеку, это эквивалент доллара полный, и он очень удобен для расчета, потому что многие люди, когда, там, они производят какие-то транзакции, они приравнивают просто это, он, как бы, и видят, что это те же самые доллары и также могут потом наличить. Ну, вообще, криптовалюта, это те же самые деньги, то есть, но только мы их не видим, да, и во многих странах они, ну, нелегальные считаются, да, то есть, только, там, Австралия и Япония, если я не ошибаюсь, да, только они признают, как официальная валюта, значит, что я могу пойти в магазин, купить, там, грубо говоря, пирожок и расплатиться вот этой криптовалютой. Как вот, может, для ее физически использовать? Да, такое действие, такое действие в будущем возможно. Сейчас, там, мы в том числе, мы делаем пеймент, что можно будет с помощью своего кошелька оплачивать в магазине. А как это происходит? Это какие-то карты, вот, физические? Нет, это не карты, это также на телефоне, просто приложение, где у тебя уже есть, с твоими адресами, где у тебя есть уже свой баланс, ты просто сканируешь QR-код или прикасаешься так же, и у тебя это списывается на определенный идентификатор продавца-мерчанта, и ему зачисляются эти деньги. Ты можешь, как бы, что-то приобретать уже. Мы находимся в аэропорту Звард Нос в Ириване. Наш, так называемый, криптомат, терминал, он работает в две стороны. То есть, ты можешь, как приобрести за наличную криптовалюту, так и продать свою криптовалюту. Сейчас, мы вот буквально недавно провели обновление, мы уже работаем с девятью, одними самых крупнейших криптовалют в мире. У нас присутствует много языков, грузинский даже есть, потому что мы уже в Грузии представлены двумя терминалами. Есть круглосуточная поддержка, и, в принципе, все супер просто. Вот смотри. В принципе, все просто очень. Вот я нажимаю на любую валюту, которая требуется, захожу в приложение или в браузерную версию, например, вот у меня браузерная версия, нажимаю «Продать», сканирую QR-код, он у меня соединяется с моим кошельком, и я могу вытащить деньги. Вот я, например, там 5000 грамм сейчас подтвержу. Прямо наличными ты можешь? Да, прям наличными. Это делается в 2 секунды. То есть ты можешь из любого места переслать деньги и здесь их снять. Здесь, например, в аэропорту часто пользуются люди тем, что у них, например, они уезжают из Арымини, не понимают, когда вернутся туристы, они подходят и за наличные покупают криптовалюту, чтобы в другом месте воспользоваться. А, чтобы наличные, да? Да, да, чтобы наличные как-то потратить. Либо у людей большие пересадки, сейчас там Ереланг-хабом таким становится большим. Люди приходят тоже, здесь могут обналичить деньги, например, что-то приобрести, сувениры какие-то и полететь дальше в другое место. Отлично. Я вижу здесь 4 языка, английский, русский, армянский и грузинский. Мы были в Грузии, и там тоже ваш стоит криптомат. Скажи вообще, как там работает эта система? У нас сейчас как бы зарождается такая своего рода экосистема-цепочка. У нас есть 6 терминалов в Армении, в Ереване, в Гимрии и сейчас 2 в Тбилиси. Там у пользователя создается по той же почте, по которой он зарегистрирован в армянском Skylabs свой же аккаунт. Туда вы можете легко за один клик бесплатно переправить все ваши деньги, то есть он просто дублируется, и вы можете там уже снимать в любом моменте. И, соответственно, вы можете перемещаться между двумя странами, направлять туда деньги родственникам или, например, сами получать. Вот у нас большое количество пользователей, которые пользуются нашими терминалами здесь, оно хранит деньги на нашем же кошельке и использует, когда ездят в Грузию. В Грузии 2 терминала, один в центре находится, другой тоже в хорошей локации. Мы планируем ставить еще 3-4 в Батуми потом. Вот. Про то, что это в разных странах запрещено или там не разрешено, например, как в Армении, потому что в Армении не разрешено, не запрещено. Это там серая зона. Но использовать можно, да? Использовать можно, потому что это серая зона. Вот. То здесь есть такой, есть такой нюанс, что вот в... Ты можешь это использовать, если ты не нарушаешь, вот как мы уже говорили, там занимаешься какими-то запрещенными вещами. Почему многие страны на это смотрят не очень позитивно? Потому что они видят оценку финансовых консервативных систем, то есть там Центральный банк каждой страны выступает с какими-то регуляциями, с ремарками по поводу криптовалюты в частности, и они сообщают, что там криптовалюта достаточно высокорисковый актив, и он спекулятивный. И в этом они в большей своей степени правы. Потому что есть, вот как я уже сказал, есть альткоины, я сейчас к ним вернусь, и стейблкоины. Стейблкоины, они... Стейблкоины, это там стабильная величина, которая является идентичной доллару, там, или какой-то другой валюте. И она более-менее не является волатильной. Есть альткоины. Альткоины, это вот начиная там с биткоина, там, эфириума и дальше, это те валюты, которые очень сильно могут меняться в своей цене. И зачастую они под собой, кроме там спекулятивного интереса, ничего не имеют. Зачастую. Иногда имеют какие-то реальные вещи, но зачастую нет. Например, вот там биткоин в какое-то время там был очень сильно привязан к индексу S&P 500. То есть, если что-то индекс для консервативных инвесторов классических как-то начинает ухудшаться, инвесторы вытаскивают деньги и в какие-то периоды кризиса или что-то такое они там перекладывают их в какие-то альтернативные источники инвесторов в то же самое биткоин. Биткоин рус. Сейчас вот эта вот парадигма она немножко разрушилась и там нарушилась, потому что есть множество факторов. Политический фактор, экономический фактор. В принципе, все те же факторы, которые влияют на курс валют. Да, но валюты зачастую валюты подкреплены резервом государства, золотовалютным резервом, какими-то иными как бы как называется вот в крипто-мире фиатными вещами, то есть это оффлайн вещами. Вот. А в биткоин зачастую там ничем как бы таким серьезно не подкрепленный, поэтому встает вот действительно такой вопрос. Он волатильный, да. Вот сейчас, например, стоимость по мнению большого количества пользователей она там не соответствует каким-то справедливым стоимостям. Там она сейчас вокруг 30 тысяч болтается. и вот они ожидают, что там через какое-то время он опять начнет рост. Например, там полтора года назад там он там был около 65 тысяч, то есть это вот то есть он поднимался до пика. Вот. Поэтому да, он сейчас там на низкой отметке. Несколько месяцев назад он падал почти там до 17 тысяч. В принципе, ты зарабатываешь за счет курса, да? Да, ну вот за счет волатильности. Многие люди, у многих людей построено там какая-то трейдинг-стратеги на этой волатильности, но волатильность здесь, она еще более непредсказуемая и то есть многие люди на этом и теряют деньги тоже. Поэтому здесь вот в этом в этом плане всегда нужно быть очень внимательным и зачастую, зачастую многие сравнивают с казино и если там как бы человек должен осознавать эти риски, если он собирается этим заниматься. Это вот к вопросу о том, что легко там кто-то зарабатывает, так же легко и теряет потом. Ну вообще на рынке всегда появляются какие-то финансовые схемы, какие-то пирамиды. Кто-то в принципе зарабатывает на начальном таком периоде, но кто-то и не зарабатывает. Но потом риск еще в том, что, например, если мы говорим про эти схемы, они все как мыльный пузырь, то есть через какое-то время они лопаются и просто где там эта финансовая пирамида, где там что было, как ты думаешь, криптовалюта относится к этой истории или это все-таки более такая надежная история с перспективой? Ну, я там не, только мне кажется, там самый глупый человек в мире скажет, что там я там на сто лет вперед вижу, что там мы будем существовать и все там вот такие тренды и мы там будем развиваться до бесконечности. Нет, абсолютно все может поменяться. Можно, кстати, принести пример NFT. Вот некоторое время назад появились NFT. Это там как бы цифровые токены, которые давали тебе право на цифровую собственность. Люди активно начали этим заниматься, они выставляли абсолютно разные картинки, звуковые файлы, какие-то там видео, многие люди просто какие-то непонятные ерундовые вещи рисовали и получали за это баснословные деньги, потому что это все очень было на вот пользоваться большим спросом, все очень сильно росло. Сейчас этот рынок немножко поутих, большое количество ерунды уже ушло и просто картинкой ты никого не привлечешь, потому что это перегретый был очень сильный рынок. Сейчас он немножко видоизменился, туда добавилось и может быть он уже превращается в такой обычный бизнес, где многие люди в дополнение к своим каким-то вещам, например, музыкант, у него есть много музыки, у него есть диски, у него есть выступления, и вот он может в качестве дополнительного какого-то элемента монетизации своей продавать какие-то там вещи пакетами, например, вот он продаст NFT с его фотографией, где будет подкреплена какая-то эксклюзивная песня, где будет возможность встретиться с ним где-то оффлайн. Вот ты покупаешь и может быть это вырастет в цене, не дай бог, если что-то случится с музыкантом или он там станет еще лучше и все остальное. Вот здесь это может работать, сейчас рынок немножко изменился так. Ну вот этот тренд он сейчас немножко меняется, сейчас появляется там как бы большой крен в сторону искусственного интеллекта, он очень сильно тоже начинает на эти вещи влиять. Появляется действительно тоже много новых проектов, которые являются вот такой вот конвергенцией, синергией нескольких сфер, то есть где-то оффлайн, есть какой-то криптоэлемент, и они наиболее живучи такие проекты. Вот. Те же самые стейблкоины, они дальше также развиваются, и они в некотором, как бы в некоторых кейсах они становятся альтернативой для там денежных каких-то финансовых систем. Абсолютно нескрываемая ситуация, в которой находится постсоветское пространство, где огромный трафик сейчас, который с прошлого года очень сильно увеличился, вот он пользуется сейчас там этими теми USDT, для того, чтобы направлять деньги там, потому что наибольший игрок рынка, я не буду сейчас никаких политических оценок давать, но наибольший игрок рынок там отключен сейчас от свифта банковского, сложно в принципе деньги в каких-то валютах откуда-то получать и направлять, или там, если даже в рублях ты куда-то хочешь отправить, тебе нужно много этапов пройти, и соответственно, это стало для многих людей действительно выходом, для обычных людей, выходом каким-то полезным направлением. То есть, находясь там в Армении или в Грузии где-то, ты можешь пользоваться по всему миру, ты не оторван от всего мира? Нет, не оторван абсолютно. Я на нашем примере могу сказать, вот на нашем примере наших терминалов Skylabs могу сказать, что у нас вот есть, у нас почти ровно уже 10 тысяч пользователей. Многие из них армяне, многие из них находятся в разных странах. Они, кто-то работает, кто-то инвестирует, кто-то зарплату получает, и многие из них направляют, например, из Америки или из России деньги сюда, кто-то, например, наоборот направляет деньги в Россию сейчас, тоже через криптовалю. И это действительно удобно. И многие люди, которые здесь, я в Армении, в нашей комьюнити тех людей, которые как-то с криптой взаимодействуют оценивают примерно в 30-35 тысяч человек, многие люди из них, они там работают командами, занимаются графическим дизайном, занимаются каким-то созданием проектов, в каких-то проектах они пишут коды и все остальное. Они тоже в крипте находятся, и они работают глобально. То есть кто-то из них аутсорс-работку какую-то выполняет для зарубежных партнеров. Поэтому это тоже один из способов, чтобы быть причастным к такой мировой экономике. Не просто IT-аутсорсинг, что ты садишься и начинаешь где-то работать. Это тоже возможно. То есть ты в крипте тоже самое можешь делать. С глобальными командами работать, общаться на английском языке, зарабатывать, естественно, целый сам больше. Альтернативы английскому есть много, но это тоже зарубежный язык. Например, если человек, который хочет работать, он, естественно, может и на армянском работать, но тем самым он сужает себе функционал. Русский язык дает дополнительные возможности, но нужно понимать, что большая часть всех людей будут русскоязычные. Это тоже может быть в каких-то вещах ограничивает свой потенциал. Вы единственные, кто занимается криптовалютой в Армении или есть какие-то еще компании? Есть компании, есть команды, которые занимаются обменами, но мы единственные, которые занимаемся криптотерминалами, то есть это у нас автоматизированный терминал. Помимо этого, наша основная ценность заключается не в обмене или в каких-то операциях с криптовалютой как таковой, а в том, что у нас есть с нами созданный софт, у нас есть наши собственные кошельки, наша система. То есть вы сами это создаете? Да, наша как бы такая вот биржевая система, дальше мы уже в процессе оформления системы пеймента, и в этом наша основная ценность. Мы монополисты в сфере терминалов, которые дают доступ к криптовалютам. У нас сейчас 5 терминалов в Ереване, один в Гемри, два в Тбилиси, как я уже ранее говорил. И там в наших планах сделать достаточно большую такую как бы разветвленную цепь с разными странами, потому что мы понимаем, что на основе этого мы можем, добавляя какие-то другие инструменты, может где-то даже подсоединяясь к банкам, в последствии создать такой финансовый механизм большой. Сколько человек пользуется криптовалютой, биткоинами в Армении? Если в целом говорить, то я думаю, оно естественно выросло за последний год, за последнее время, но сейчас где-то, наверное, это 30-40 человек, так же, как я говорю, как комьюнити, масса людей, которые знакомы в принципе с этим. Если говорить про наших пользователей, то у нас зарегистрировано и постоянно пользуются около 10-ти тысяч человек. Это Армения и Грузия. То есть это те люди, которые здесь живут или те, которые приезжают? Ну там очень интересный такой, очень колоритный портрет получается, потому что присутствуют и россияне, которые здесь живут, присутствуют и туристы, и европейцы, и россияне, которые приезжают и уезжают, присутствуют армяне из разных стран и армяне здесь, которые живут, присутствуют иранцы. Они тоже в достаточно большом объеме этим занимаются. То есть у них это как-то... Да, конечно, для них это очень востребованно. Они еще многие как бы пересылают своим друзьям или отсюда в Иран деньги, потому что там тоже страна находится под определенными санкциями, и это влияет на финансовую систему, что она так переобразовывается. Поэтому у нас очень такой пестрый состав пользователей. Мы проводим время от времени митапы, встречи, повышаем их профессиональное образование, потому что для нас очень важно, чтобы они понимали, чем они занимаются, понимали, какие есть риски, понимали какие-то догмы по безопасности, понимали, как устроен майник, например, понимали, какие есть нюансы с различными родами криптовалют. Мы привозим иногда зарубежных спикеров сюда. В последний раз у нас была встреча здесь с представителями Visa по международным платежным системам. Мы стараемся как-то влиять на наши комьюнити. Есть люди, которые также похожими вещами занимаются, мы их стараемся поддерживать, потому что мы понимаем, что, например, если эта сфера будет дальше развиваться, больше людей сможет в ней работать, и, соответственно, больше молодых ребят сможет в ней участвовать, зарабатывать деньги, плюс наша страна сможет привлечь каких-то крупных международных игроков, если, например, зарегулируют данную сферу, плюс, так как эта сфера растет, то фискальная вот эта как бы фискальная мощь, то есть та сумма, которую государство может, если, например, зарегулирует, получать в качестве налогов, она тоже увеличивается. Потому что сейчас как бы все мы в серой зоне, мы работаем, естественно, платим налог с прибыли, но не все компании, команды это делают, кто-то просто занимается обменами, вот как обычный обменный пункт, без лицензии и всего остального, поэтому, в общем, ситуация такая. А криптовалюты можно пользоваться как денежными переводами? Вот, например, сейчас же многие под санкциями, да, то есть вот там июня, астром, июнястрим, я не знаю, вот как-то можно, ты сказал, что иранцы пользуются и переводят деньги своим там родственникам, как это вообще работает на практике? Ну, они покупают, например, это не только иранцы, это в большей степени армяне, покупают криптовалюту, направляют ее в какое-либо место. Юнистрим, например, действительно сейчас вот в Грузии, но почти все банки отказались от сотрудничества с ним. Я думаю, что платежные системы любые в ближайшее время, связанные с Россией, они будут вот как бы по тому же сценарию закрываться, и, естественно, это дает доступ для увеличения возможности криптовалют, потому что здесь гораздо проще механизмы. Но в то же самое время, например, у нас присутствует процедура там аутентификации, верификации пользователя, а некоторые меняют это анонимно, делают с каких-то анонимных кошельков. Вот, ну, здесь такая ситуация. Редактор субтитров А.Семкин